Пришли с работы и застали своего мужа голым в постели с своей подругой Екатериной. После того, как они вас увидели, они сразу умерли. А вы ничего не упускаете? Так, сейчас. Ой, а вы записали, что подругу Катя зовут? Да. Тогда всё, ничего не упустила. Вот так просто взяли и умерли, да? Да я сама в шоке. Жили себе люди, жили, не тужили. Тут легли в постель голыми и умерли. Это получается, если б не легли, не умерли бы. Вы знаете, товарищ старший лейтенант, я вот целый год за ними наблюдала и поняла, что они весь год умереть хотели, да. А тут прям на моих глазах стоит, перед глазами голенькие лежат. Рудакова, а тебе не кажется это странным? Вам тоже показалось? И я говорю, странно, странно очень, понимаете? Я ей, главное, на работу помогла устроиться, дублёнку ей подарила, а она за моей спиной с моим мужем в постели голая, умерла. Рудакова, а почему тогда соседи утверждают, что из окна слышали мужские голоса «помогите»? Ну, может, у них что-то там в постели не получалось? Выжить, например. Что? Рудакова, не надо рассказывать. Вы когда приехали, ты его била. Да я ему делала искусственное дыхание. Какое искусственное дыхание? Кулаком по голове? Ну, не умею я делать искусственное дыхание. Я вообще в конце концов, в чём вы меня подозреваете? Давайте я пойду, у меня там тесто на пирожке, у меня горе не будет. Никуда ты не пойдёшь? Я хочу ещё варить. Пойдёшь только тогда, когда скажешь мне, почему у твоей подруги Екатерины инфаркт и огнестрел. Инфаркт и огнестрел? А, ну правильно, осечка и выстрел. Что? Я говорю, всё правильно, инфаркт и огнестрел, да. Слушайте, ну чё вы меня вообще подозреваете, а? Ну почему? У меня вообще алиби есть. Я в магазине была с трёх до четырёх. Вот это и пугает Рудакова, что после убийства ты со спокойной душой пошла в магазин. Подождите, я сейчас поняла. Вы что, меня подозреваете? Рудакова? А кого? Ведь у тебя уже четвёртый муж погибает при подобных обстоятельствах. Да что вы врёте? Рудака.